ты был побежден всем огромный привет всем огромнейший привет с вами снова из и у нас сейчас самое вкусненькое в плане основном сюжет чем этого валаха будем уничтожать продолжаем прохождение естественно третьего ведьмака дикая охота и не доверял я ему проще было бы реально его взять и добить добить сразу как то так ну как говорится эльфу верить это это идиотизм только избранным эльфам можно доверять очень избранным не будем откликаться естественно логично и естественно я об этом говорил еще давно-давно-давно землетрясение надо спешить так я готов спешить ты же еле идешь этот корабль сейчас в щепке разлетится спрячемся в долине с той стороны давай ген ты же можешь это сделать как его перенести его куда-нибудь я не знаю получится у нас вообще все это не получится я уже начинаю думать что у нас нифига не выйдет и цири как бы останется с валах или он призовет ну давай вперед я готов понесла вперед-вперед-вперед-вперед поехали он всякую приноте сюда вызывают что будет потом я не знаю да едь ты блин я за тобой поеду, ну ешкин не тормози, как говорится, снегер с ней да вижу что торопиться надо, я и пытаюсь все лучше вперед-вперед-вперед, вперед, давай что с ними случилось ешкин твою мать, нас сейчас засыпят постой гвар, ставель не отходи далеко ешкин, это я понял я понял, тихо 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 тихо, я понял а я не дурак у тебя щит надо в щетях стоять, я шо понял а я не дурак зря мы его располдовали, наверное, козла этого лучше бы он в уми был вечным из суда ну давай, Ариен, пожалуйста, давай быстрее, а я уже умею не терпится его завалить я уже умею не терпится его завалить а это может быть он через патрэн хорошо хорош а где остальные чародейки, что они нам не хотят помочь-то как бы они же хотели там цирь в ложу и так далее ну гадя интригант почти у башни, кстати хай а валакх оградил башню маркеческим бальером сможешь его снять? снять? нет в лучшем случае я сделаю в нем пролок но только на минуту, потому что нельзя... короче, я... мы войдем оба? нет и пойдешь один я вернусь к тебе с целью ясно агород фейрганы агород давай верет даю агент не такая уж и плохая так уж и плохая со мной все в порядке иди, иди и передай валак мой пламенный привет передам обязательно ну обязательно передам такой приветик передам что он запомнил ну он уже помнить конечно ничего не сможет но в этот момент ему понравится просто бей его за спину и все просто руби его Геральт как неудачно я надеялся что тебе не придется это видеть иди от серии недалеко а слушай заткнись я уже наслушался твои брехни берись за оружие и покончим с этим отличненько что? если надеешься заманить меня в ловушку не обольщайся что? что? я попросила чтобы он помог мне открыть башню потому что я хочу туда войти зачем тебе туда дикая охота поверженная? но не белый хлад предания говорят правду я видела миры скованной льдом я видел же вашу жизнь надо было делать это сразу и все надо было с ним вообще общаться пойти сзади отрубить голову и все победа а сейчас будем мучиться с ним ну что? что? Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Чё? Это не цели? Это моя история, не твоя. Позволь мне её закончить. Не поступай так за мной. Прошу. И сейчас. Геральт, поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму. Пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, Всеволод. Да, Валах врет тебе. Он врет тебе. Ты же за меня плати. Он врет тебе. Блин, дурочка. Обманули тебя, вокруг пальца обвели. Маленькую девочку. Доверчивую и глупую. Да стой! Не пускай её туда. Не пускай её туда. Пойдём хотя бы вслед за ней. Ну и что она сделала? Ничего она не сделала. Замёрзнет тупо, да и всё. У меня валахо не дали убить. Ну что за бред? Да ёперные, блин, их повешники. Ну какого хрена? А мог это как... Да я не мог это изменить. Сюжет, блин, один. Ну какого хрена. Покойverted. Сюжет, блин! А чемодица? Я хочу за ней пойти, я пойду за ней, если будет такая возможность. Беги! Дурак! Почему нельзя было пойти за ней и всё? Геральд Геральд Везима столица оккупированной Тимири и недели спустя… Прошу за мной… Зачем я иду к МГРу сейчас, вот смысл… Вот зачем я к нему сейчас иду? Нас тупо поймают и отправят в пленицу… Или убьют на месте… Зачем они нам нужны? Мда уж… Да пошли вы нахрен все, мильфы поганые… Довольно… Я мог его остановить, интересно? Вряд ли, наверное… Там был выбор ответов, но… Не знаю… Мне кажется, что я не смог бы остановиться всё равно… А если мог, то я идиот… Возможно, первый от этого выбора, когда там я сказал, что Валах запудал тебе мозги, был не совсем верным… Цири мертва… Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить… Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену… Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать… Кто ещё знает? А Валах… Эльфский знающий… Но его ты тоже вряд ли найдёшь… А Йеннифер? Она решила остаться на севере… Если у тебя нет возражений… Нет… Что ты? После войны для Ведьмака всегда найдётся работа… Поеду на восток, а может на север… Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать… Она хотела мне что-то передать… Мы не говорили о тебе… Я понимаю… Я решил не врать… Если это всё, то я пойду… Я решил сказать правду… Но ты можешь идти… Ведьмак… Я не хочу… Не хочу тебя больше видеть… А вот так-так… Блин, такой конец… Я… Ёп.. Капитерный стоит… Это же блин… Не японская RPG… Где даже… Главные герои сижу от собой… меряя дорогу на вызыву помощь нужна так мы сами справимся это точно еще как справимся бочки то доверху полные но сейчас мы чутка отольем грядут перемены это точно не львы бегут оказалось ничем-то их не вас классно и львы бегут вот и винцо свое бросили вам точно помощь не нужно да справимся как-нибудь а вы куда до корчмы надо думать да но сперва мне надо кое с кем встретиться на месте старого нельфгардского лагеря бываете это уже задание дополнение сейчас пошли или или нет а нет кажется нет ни дополнение еще ну я все еще не знаю небольшом шоке я не ожидал этого вообще никак давайте быстрее с колесом поэтому не знаю настроение конечно немного немного подупала самую малость но подупала и на самом деле кому я рука что упал и причем сильно я думаю что мы победим а валах отрубим его голову и сыре все будет хорошо мне будет выбор с кем уехать сырье ли сиен я выберу цири как-то торопись у нас все будет хорошо но как говорится но мастера честим что-то его задержала что за мастер-то ты опоздал солдат перекрывают дороги знаю ничего страшного ты принес что я просил все как договаривались клинок 38 дюймов с половиной вес неполных 40 унций сердечник из сидеритовой стали окован серебром глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка на фигеть что это за клинок я в этом ремесле уже 30 лет мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков вручаясь что лучшего оружия не было еще ни одного ведьмака я знаю твою репутацию мастер орд и не сомневаюсь да может же как вы хотели надпись зираэль ласточка руны старшей речи классической без стилизации точно и просто можно он ваш если желаете попробовать я велел под мастерьем поставить тренировочную куклу вот плата только драгоценные камни как просил а если вы ищете заказов я слышал про стрыгу в мариборском лесу благодарю мне сперва надо заглянуть в корчему пури кто знает удачи на пути ведьмак спасибо спасибо издирай вот сейчас растет она будет просто со мной то есть как реликвия или я теперь могу с ним начинать если заново начну играть да скорее всего наверное да это то что он требует первый уровень я думаю что это если заново начинаешь играть он у тебя будет но это не точно зеряю мы пришли туда в чего чего все начиналось что длинная интересная история да еще есть дополнение 2 но защитником че-то как-то я зерель кому-то отдать хочу да ладно да она жива цири жива да ладно да ладно все великолепно он тебе поверил понятия не имею это закура лиска и у нас есть новый заказ платят скверно но хоть как-нибудь я вижу ты не теряла времени даром это твой ухани интриганты матью за мать и меч ласточка чудо можно лучше не здесь скоро у тебя будет возможность его испытать ведьмачка значит надо его испробовать надо надо продолжить но лишенные тактического гения ротовида королевство норлингов не смогли противиться бесчисленным легионом черные знамена взвелись на измучивая неустанными набегами тимирский партизан эмгир вар эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего линия тимирцы сложили оружие а император благодаря этому смог сосредоточить силы на других так благодаря победе них гарда тимирцы вновь обрели свою отчизнь а история который уже раз показала сколь любит причудливый сюжет расправившись с родовидом эмгир вар эмрейс рассчитался за темы с внутренними врагами верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократ хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов император не знал жалости как всегда в то время как континент был обескровлен войнами на скеллиге под началом керес начался расцвет ведь в отличие от своих предшественников молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных водчих благодаря этому народ островов весьма разбогател хотя и потерял при этом свою прежнюю цирилла фиона или она наследница мельгардского престола избрала жизнь на пути ведьмаков геральт научил ее всему что знал и умел сам а затем каждый пошел в своей дороге вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными глазами разнеслись от и руки до горы кожи в то время как короли передвигали границы геральт и я нефер вели спокойную жизнь вдали от большой политики их дни протекали неспешных прогулках и долгих разговоров завтракали они уже хорошо за полдень и конечно чаще всего в постели скучно скажите но оба они не желали ничего больше ну вот наконец сюжетной линии но мне нужно пройти еще два дополнения так что еще не конец это это радует потому что не хотелось бы заканчивать я думаю нам дадут продолжить пральность строя геральта из реви подошла к концу можете продолжить странцы поиска заказа людьми от других повечения мир больше не изменится задание связано с основным сюжетом линию станет доступен это понял вы получили возможность начать новую игру плюс чтобы сделать и сохранить текущие покажение затем начните новую игру и эти новыми плюс и крючих хранить которая будет взят ваш персонаж для этой цели можно использовать только те с храненька дублены все понятно что за новая игра плюс интересно напишите в комментариях ну короче у нас есть задание первые разки зла отправиться кольфердорфон в общем я понял у нас есть еще дополнение к сожалению мир больше не изменится как нам сказали немножко досадно я бы так сказал а новая игра плюс возможно новая сложность открывается какая-то или с этим же уровнем мы начинаем заново более улучшенными врагами ну ладно не стали важны блин но не так все подвели я по реально подумал что с цири все ведь как все получилось хорошо в конце добились всего чего хотели если что не показали как она белых латта победила то есть можно было бы такую как бы флешбэк сейчас показать да мы уже в корчмис не встретились что там произошло с цири и мне кажется немного недомовка такая он к скомкантный конечек из-за этого получился как по мне ну что новиград и у меня были кучу кучу вопросиков с этих али и где они а где эти у меня была куча досок объявлений новых они теперь исчезли что ли как какого художника это не честно я думал сейчас конце после прохождения основного сюжета я пойду их выполнять ему нужно было не дополнять последнее задание это вот выполнил относится основа блин точно если бы не выполнял последнее задание основа возможные мир мог бы меняться и ух ё-моё такую фигню сотворил походу до существует сотворил реально фигня или нет да в любом случае мне кажется так бы было блин не знаю даже и смотрите если бы они выполнил последнее задание не пошел бы в корчму а пошел бы упаять с другие задания вопросики собирал в дополнение делал бы и так далее то мир бы мог меняться или нет или всего нет полин не знаю давайте сделаем так сегодняшняя серия будет минут на 40 45 такая средняя наша статическая серия в комментариях мы напишите можно любого так сделать если нет мы просто продолжим оба новая статья в бестиарии хотя нет скорее всего вряд ли вряд ли же да вебер довольно свирепый крепкий у него череп если встретишь дебрих вепря прочь беги быстрее ветра ян бжихова поэт чудище лесного зло и дико до сего дня в некоторых девушках на окраинах каэдвена бытует убеждение что его любимое блюдо это девицы однако истинно заключается в том что обычно вепер довольствует с овощами а нередко одна только морковка и звери учитывая крепкое стране тела и острые клыки обладают большим бээ батально диверсиальным потенциалом мать природа наделила его комплектом из двух пар клыков верхние сикачи и нижние сабли которые вепер сеет страх среди людей и прочих обитателей леса века также есть твердое рыло или свисток однако свистить он не может народные предания указывают что все вепри питают из-за этого к матерей природе большие претензии и выраженные валят забор и пожирают картошку лишь всего распознать вепря характерному хрюканье звучащим как чего обычно и при встречаются небольшими стадами по 35 особей так вот и хотелось бы узнать у профессиональных игроков если бы я выполнял бы дальше там очень ладно если выполнял буду по не выполняя последний квест основа на что-то повлияло бы мне кажется что нет мне кажется почему то что нет хотя возможно и повлияло бы просто у меня исчезли а исчезли почему-то доски с объявлениями эй ты ты кто еще такой и чё здесь шастаешь я ищу ольгерда фон эврика а он внутри мне нужен ольгерд фон эверек нету здесь такого кто же вы такие будете а на кого мы похожи на банду громил или на шайку бывший солдат не из тех кому повезло вот тут-то ты ошибся мы все дворянские сыновья и дочери так вы все-таки скажете кто вы такие мы вольная риданская компания а еще нас называют кабаны потому что на гербе кабан мне сказали что тут я найду ольгерда фон эврика кто-то здорово тебя обманул брат тогда думаю вместо него ты не поможешь брать сдается мне что у нас с тобой матери были разные ладно энгус оставь его это я ольгерд говори что тебя привело нет нет это я ольгерд ты да куда тебе это я ольгерд весело тут у вас я бы с радостью еще посмеялся только времени ждет похожее дело серьезное я насчет чудовища из каналов кажется ольгерд фон эверек дал на него заказ а так значится ты ведьмак это многое объясняет и что например говорят из вас выскребают все чувства видать так и есть стоишь будто жертв проглотил ну ладно ваша милость ведьмак пошутили и хватит ничем тебя не проберешь пойдем отведу тебя к ольгерду надеюсь эти вопросы какие-то появятся вернее как доски объявлением заново или нет тебя звать геральт из ривии дам я тебе совет геральт из ривии как придешь к ольгерду постарайся его заинтересовать заинтересовать это же ему нужен кто-то кто убьет чудовище кто-то это не обязательно ты так что если хочешь получить работу смотри чтобы ольгер я понял атаман тебе гости а знаешь какие скульптуры продаются лучше всего статуи башков бюсты королей и голые бабы и что у нас тут голая баба и простая еще эльфийка откровенно говоря я предпочитаю работы пакса гернста а коверская школа и учился в аксенфурте не довелось но знаю кое кого кто учился любил я некогда в эти челли он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня а смотришь на это и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями без недостатков совершенной до боли скучный и мертвый как булыжник на обочине а кто лучше по крайней мере интересней ладно теперь обсудим детали спустимся к моей компании перекусим чем-нибудь а там шрамов не знаю как будто ужрали каждые кто-то чудовища это татушек нет какой этих всех но вот теперь у нас уже и нет выбора принеси нам вина милая и что-нибудь поесть есть какой-то повод или просто душа просит праздника повод всегда найдется сегодня у нас обряд наречения чей чей новой савельки сударя богатыровича у меня уже есть для нее имя мы ее назовем традиция расскажи мне побольше об этой бестии из каналов я не знаю что это такое но она убивает людей я бы не стал о нем волноваться если по его жертвой не стала моя кухарка никто лучше нее не готовить и за этой дичью ты послал ее в каналы нет она на ярмарке была сестрой то ли с родной то ли с двоюродной а я и наплела что в каналах аксенфурта живет принц превращенный в жабу ну а бабы и есть бабы каждая хочет принца хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне и веска тоже хотела вот и пошла да так и сгинула впрочем говорят она не первое и оставьте ее так ты вы обращаетесь с дочерью хозяина прости о чем мы ах да насчет заказа ну так как займешься этим конечно же что награде позвалась еще одна мелочь лата не думая бы вернешься сюда с башкой чудовище и заберешь отсюда все что тебе понравится это очень щедро но я предпочту уговор на конкретную сумму ну будь по-твоему сколько тебе надо 300 400 крон 450 по рукам отсюда ты все равно сможешь взять себе какой-нибудь сувенир круто я избавлюсь чудовище принесешь сюда его башку и награды себя ждать не заставит далеку ащу эй ты кошачьи глазки мое имя геральт а я тебя буду звать кошачьи глазки ты что запретишь меня давай лучше к делу и есть для тебя задание кошачьи глазки кто-то убил моего друга его звали клюверт я хочу чтобы ты узнал кто за этим стоит и снес ему башку почему-то сама не отомстишь вы же любите кажется помахать саблей еще как если бы я знала кто убил клюверта давно бы ему требуху выпустила но я не знаю а вот ты кошачьи глазки ты многое видишь ты его выследишь продолжай клюверт торговал фисштахом пару дней тому назад он поехал в заброшенную деревню луковец за товаром и не вернулся ты была там видела его труп нет но клюверт из тех парней что держит слово раз он не пришел на встречу со мной значит он мертв найди урода который это сделал и убей я хорошо заплачу ну что ж я подумаю у клюверта был шрам на лбу похоже на твой по нему ты опознаешь тело сказал подумаю знаешь что кошачьи глазки я раз посмотрю на мужика и сразу знаю из какого он теста готова поспорить что ты выполнишь мою просьбу найдешь меня в оксинфурте в алхимии корчми рядом с рынком так что появились эти вопросики ты или нет вот 11 этапы до появились везде зашибись это хорошо пойдем пойдем вот тут возьмем сразу тогда закрыто я еще выйти отсюда не могу перепрыгнул стену ну что ж я думаю что задание дополнение будут тоже очень очень классные поэтому мы не пожалеем ни в коем случае она раз появились доски объявлений то как бы вопросов падает сам собой тогда уж но отметка сокровищ под охраной где секундочку ну-ка раз муж тут по дороге заедем стадо кабанов я понял ну ладно не кабанов веприи нет кабанов все-таки кабанов падает шкура мы будем продавать по нам играть кстати нужно было к эльфу продать вещички да починить мячишки да ёбарас это вот это откидочка выделить супер додж ладно ладно супер чардж кабана там еще один жалко на инфири мы встретим выполнение и йен и остальных рис сцены хотелось бы побольше попутешествовать настолько и искали и бамсы все нашли тут же почти потеряли камилю сыну косы это письмо последнее предостережение и не затем назначил тебя ловчим чтобы ты за девками гонялся кабаны растолстели сервины пожирают посевая волки бегают уже прямо у стен нашей резиденции и ничто их не беспокоит возьмись наконец за работу а то окончишь карьеру быстрее чем ее начал тадоус горин тадоус горин тадоус горин интересно интересное письмо но не очень понятно интересно но не очень понятно в этом плане хотя возможно в дополнение мы встретим их чему нет чему нет вполне возможно эти а валаху я зря не доверял оказался он фринспен достаточно честным эльфом а хотел нам голову снести все последние последние не знаю там 45 серии о деревушке с охотниками деревня броницы броневица то есть броницы было это броневица лудильщик недорого приветствую меня зовут кристен хаген я лудильщик я остановился здесь селе марин на ходе человека по имени шехтер снимаю комнату заходите наилучшее качество по самой выгодной цене запомните а лучше запишите марин кристен хаген лудильщик цены низкие вор охранник в наших краях шляется примерская сволочь называет себя ветераном войны мол потерял руку просит помощи на деле как два дня назад приютил я его себя под кровом на следующий день я обнаружил что он обожрал мою кладовку пробрался в погреб и выпил все что мог осталось пол бочки уж не знаю куда в него влазит а еще моя дочь призналась что но я облапал причем обеими руками до чертов хабал сказал что его зовут одрин но кто его знает как на самом деле то его зовут остерегайтесь красных доспехов на наши некогда спокойные земли налетела чума и распространяется быстрее всяких вредителей рыцарям отступникам из ордена им плавающей розы полянулась наша территория теперь здесь больше не безопасно так называемые рыцари суть обычные головорезы крадут урожай и портят девок мы писали жалобы владителю земли но пока армия не разберется скоро скоролобами псами лучше избегать этих мест опасность не приближайтесь деревни хидель и до гигантские пауки опутали сетью окрестностей деревни хидель пауки размером с пол сарая голодные как волки жрут не муха людей чем целом не удивительно если вы это объявление попадется на глаза какой-нибудь убийцы чудовищ пожалуйста приходите награда не заставит себя ждать если вы сможете освободить хидель от этой напасти осторожны грабители если вы планируете переход по трупной чаще что рядом с замком скрон то лучше не паникуйте и не планируйте накиньте версту и обойдите для вашего же блага ибо никто ничего хорошего там не найдет заказ пропавший ученик люди добрые мученик фолкер бесследно пропал я ужасно волнуюсь если кто разыщет фолкер то и приведет его назад благодарность я буду рад вручить тому приличную сумму новиградский крон если вы заинтересовались приходите мою хижину под оксенфуртом если вы заблудитесь спросите любого местного где живет травник и вам подскажут путь от а бамбер травник как раз пропавшую но это мы читали так что теперь можно посмотреть где у нас что-то там рядом кинуть вопросики есть и есть причем у ёшкин нифига себе а вот и вопросиков появилась и там видать вопросики появятся если везде все под по набрать потом красота я люблю вопросики же знаете да уже знаете как я обожаю опросе несколько не поговорить еще там не кузнецами от уникалов я домой из моего взгляда боятся красивого с деревушек очень красиво они сделаем быстрый переход в новиград наверное мячи починить надо просто потом всем китов возьмем еще этот доску объявлению 7 китов тоже возьмем новую что появились еще вопросики но пока к эльфу чиниться продавайте продавать то что есть и починить мечи доспехи жрецы это еще остались что огня этого немножко не туда я побежал я уже понимаю но ничего страшного здравствуй эльф здравствуй здравствуй герн каждый товар скажи мне свой так возможно он продает что-нибудь новенькое и что-нибудь интересное она а мне стал продавать большие достаточно неплохо но по цене вполне неплохо а теперь осталось немножко подчиниться так и дорого стоит ремонт снаряжение нашего будь здоров а теперь корчми 7 китов нам нужно попасть быстрое перемещение наверно делать не будем потому что время только время только тратить тогда бежим достаточно быстро что-нибудь случилось жильцы все еще остались тут блин эти поганые и ветер сожалению хотя армия татимирская да тоже нет риданская ридан ридансом вроде же разгромили нет просто неправильно я побежал луком о не не я я я не хочу у вас ничего покупать то ли эльфа то ли эльфка никого не пугая просто бегу по своим делам успокойтесь сбегу и здесь вот эти мерзкие солдаты если тимире обрела независимость он не совсем пункт независимость но выпали стала тимире и если ты где там где везима там но и граде риданцы править ну блин блю если тянет чё терпи а вот а вот она ввода на новое объявление свадебный оркестр выдаешь дочку замуж женишь сына сам все вторую жену подыскал не забывая свадебном оркестре нет никого лучше чем янко музыкант и товарищи в репертуаре у нас лучшие песни и мелодии белый медведь а мои предки лучше всех и конечно они ссуяли фейку вызывали сок немедленно закажи на нас что-нибудь уже сегодня янко музыкант ах пропало письмо в этой корсме потерялось мое письмо написанное на пергаменте прямого цвета с печатью моей супруги в нем были прекраснейшие любовные слова но мне очень дорого я обыскал 7 китов вдоль и поперек и наконец нашел это письмо в нужнике помятые покрытое неописуемой гадостью хочу сказать тому мерзавцу кто это письмо украл или таких низких целей употребил что проклинаю его весь его рот на веки веков любого кто в семи котах будет скандалить к другим посетителям приставать или щипать официанток выброшу за дверь с разбитой мордой корчмарь найму помощницу на кухню за приличную плату опытную кухарку кто могла пропускать мимо шеи хамские креки грубиянов из зала бегите с корчмари если попадется вам некий господин по имени одриен не имейте с ним дел разве что в компании стражников этот тип жил у меня в корчме больше трех недель а в том смысла не только не заплатив подсчеты но и крал бочонок вина и серебряный столовый набор предназначенный для важных гостей воззвание геральду из ривии ничего себе геральд из ривии волей милости у нас правящую достоприменную княгиня анны генгреты прибыли мы в серное королевство дабы представить тебе наше посольство в княжестве туссент появилось чудовище страшное бестие называемое кое совершило множество ужасных преступлений против подданных достопочтимой княгине лишь славнейший среди ведьмаков может уничтожить бестия потом просим тебе смиренно дабы соизволят явиться в деревню дебри где ожидаем мы тебя полные надежды что изволишь ты нас выслушать и вырвешь вырвешь отчизну из этой костей страха покорные слуги пальмирин делан файл и мильтон дэй парик перен анну ну мы как-нибудь сходим туда конечно не сейчас и здесь и поможем всем поможем как вопросики то появились где-нибудь рядышком тут а где вопросики какие были такие остались мало мало того все опять же чему-то другие доски объявлений стали белыми серыми просто белыми ну что ж следующая серия мы уже будем выполнять какие-то задания пока что любишь всем спасибо кто смотрел с вами была если всем пока пока